Как я уже говорила, можно получить сетку из растрового изображения. У меня есть такой образец, давайте откроем, посмотрим сейчас. Из папки раздел 2, там лежит такая вот иллюстрация, перец в Adobe Illustrator. Изначально я взяла растровое изображение, и уже над растровым изображением, кусочек за кусочком, начало создавать Mesh. Как это делается? Вы импортируете растровое изображение в файл Place, поместить, без галочки Link, без связи, здесь она ни к чему, позже об этом более подробно. Сразу я рекомендую этот слой заблокировать, чтобы не смещать все время эту иллюстрацию, и создать новый слой, на новом слое все с чистого листа делать. Дальше у нас есть перо, инструмент перо, Pen. Можно делать отрисовку какой-то небольшой части, но заливки нет, обводка любая. С любой обводкой щелчок или щелчок вытягивания. Щелчок вытягивания. Вы создаете такую линию, такую обводку для каждой отдельно взятой дольки. И замыкаете, конечно же. Если получилась угловатая кривая, то рекомендуется смягчить, упростить. Упрощение или смягчение линий. Это в меню Object, Path и Simplify. Упрощение. Упрощение. Превью включаем, чтобы все было перед глазами, под наблюдением. И первым только ползунком выбираем нужную форму. 100% режим, это первоначальный ваш контур. Уменьшаем это значение. Уменьшаем количество узлов и сегментов. Окей. Дальше белой стрелочкой какие-то моменты уже редактируем. Вот так. Это первый этап для работы с растровым изображением. Для получения сетки из растрового изображения. Далее. Вы выделяете эту кривую и пипеткой делаете клик по какому-то среднему оттенку этой области перца. То есть наш объект закрашивается в какой-то средний оттенок от перца. Дальше. Нам бы сейчас с помощью Mesh задать оттенки и переливания, которые на самом растровом изображении. Блик, тень и так далее. Но заливка при этом закрывает все изображение. Чтобы сохранить сам контур, но скрыть только заливку, мы на панели Layers, на этом конкретном слое, делаем щелчок по глазику при нажатой Ctrl. Ctrl, щелчок по глазику. Мы скрываем заливку, но при этом сохраняем контур. Дальше уже работа с Mesh. Конечно, фил на переднем плане, Mesh берем в руки. И, увы, заливки нет, чтобы по заливке делать щелчки и создавать сетку, но мы сделаем щелчок по контуру, по обводке. Сделаем щелчки там, где есть какие-то переливания цветовые. Допустим, вот здесь блик. По области блика. До и после блика. То есть сетка не сплошная, однотипная везде, а именно там, где есть необходимость. Здесь тоже какие-то блики. Здесь тоже. Вот здесь тоже небольшой. То есть мы создаем щелчками по контурам, именно по контурам, так как заливку мы скрыли, мы создаем такую сетку. Далее. Мы выделяем белой стрелкой. В первом ряду первый же узел. Белой стрелкой выделяем узел. Пипеткой для этого узла выбираем ближайший оттенок. Белой стрелкой узел. Пипеткой ближайший оттенок. Чтобы каждый раз вы не перемещались к панели инструментов для выбора нужного инструмента, я предлагаю так. Один раз вы взяли белую стрелку, выделили узел. Программа запомнила эту белую стрелку. Дальше вы активируете только пипетку. Пипетку берете, выбираете оттенок. У вас активен инструмент пипетка. Чтобы выделить следующий узел, вы свободной рукой держите клавишу control или command, у кого macOS. Выделяете узел, отпускаете control или command, и пипеткой делаете щелчок по нужному узлу. control выделяете узел, и пипеткой делаете щелчок, и так далее. Это такая, знаете, медитация. Очень спокойно можно всю работу делать, включая приятную музыку. что ручная работа, она не быстрая. Чуть позже плагин покажу, который довольно быстро все делает, но не всегда устраивает нас качество. Поэтому такая работа, да, она долгая, медленная, но довольно точная. Мы в любое время можем добавить еще и еще узлы с помощью инструмента mesh. Но чем проще сетка, тем легче с ней работать. Поэтому я сетку неплотную сделала. Control, чтобы выделить узел, и отпускаем control, чтобы активной пипеткой делать клик. Кстати, обратите внимание на инструмент fill. Если все правильно работает, то цвет инструмента fill меняется, когда вы делаете пипеткой щелчок. И так далее. Сейчас я включу саму заливку, так как хочется оценить уже тот результат, который сейчас получился, и продолжить. Чтобы включить заливку, мы на панели layers обращаемся к тому же глазику, того же слоя, при нажатой control. Control, щелчок, пожалуйста, верхняя часть этой дольки уже готова. Control и щелчок, и я продолжаю свою работу. Итак, для каждой дольки мы создаем новый слой, делаем инструментом перо отрисовку, можно эту часть заблокировать, чтобы она нам не мешала. Инструментом перо отрисовку делаем без заливки, с любой обводкой. Пожалуйста, щелчок, вытягивание, щелчок, вытягивание. Все это довольно просто. Как мы в детстве делали отрисовку, но карандашом и через кальку делали со страниц книг, любые иллюстрации. Здесь примерно такая же ситуация. Пипеткой берем средний оттенок, control и щелчок по глазику, mesh и щелчок по любой точке изначально. Потом уже по тем точкам, где есть такие цветовые переливания, перетекания. Тот же принцип, абсолютно тот же принцип работы. Так что попробуйте. Белой стрелочкой выделяем узел, пипеткой клик, дальше уже не берем белую стрелочку. Дальше, чтобы выделять узлы, мы держим control, выделяем узел, control, отпускаем. И так далее. Ряд за рядом, чтобы не запутаться. Есть более легкий способ, скажем так. Есть такой плагин. Очень рекомендую открыть сайт. Это наш российский разработчик. Плагин бесплатный. meshdoormentor.com и скачать для своей машины, скажем так, macOS или Windows, нужную версию. Скачивается и копируется control-c и control-v в папку внешние модули, расширение, то есть где установлен ваш иллюстратор, от программ файлс, адоб, адоб иллюстратор, внешние модули и расширение. Control-c и control-v. Вот такое расширение должно быть. А и пи. И все это делается при закрытом иллюстраторе. Control-c и control-v скопировали, потом иллюстратор запустили, и в меню Windows обнаруживаете панель. Панель Mesh-Tormentor. Она облегчает работу с разными такими вот иллюстрациями, Mesh-ом созданными, но, возможно, не всегда устроит результат. Я сейчас покажу эти две дольки. Отодвину то, что я делала руками и покажу, как работает, например, MonoLisa. Кстати, описание панели есть, на досуге можете посидеть и посмотреть. Очень-очень подробное описание там есть. Я также инструментом перо обязательно делаю отрисовку, иначе, если нет объекта, то процесс дальше не пойдет. И для этого объекта я создаю сетку автоматическую. То есть, опять-таки, сделаю пипеткой щелчок, получу такой сплошной однородный цвет и задам сетку первым способом Create Gradient Mesh. Flat, обычное полотно, но рядов пусть будет где-то 24, колонок пусть будет чуть меньше, все-таки вертикальная область. Создаю такую сетку. Затем выделяю и объект сеткой, и само изображение. Я блокировку сняла, вот изображение. И объект, и само изображение. И просто обращаюсь к MonoLisa. Все, MonoLisa за меня почти всю работу делает. Но требуется, конечно, коррекция по краям. Попробуйте и ручной способ, и способ через плагин.